Ну в общем с Янкой мы так и не встретились И я даже сегодня на мафию не поехал А знаешь что я не поехал на мафию? Потому что Дела у меня тут остались Я тут Как это скажи называется Хотел сказать инвентаризация, только неправильно Да вот решил посчитать Что у меня тут есть эти Как эти Клады, склады Сколько у меня продуктов, продовольствия Для слова вылетело из головы Ну короче Порядок я навожу Хочу все посчитать И уехать я хочу Не, ну ненадолго Ну знаешь такое состояние, хочется Сесть куда-нибудь в автобус И уехать в неизвестном направлении Возьму с собой один рюкзак Фотоаппарат брать не буду Наверное Может взять И куда-нибудь поеду Вернусь через месяц Заролавшись бородой, скажу привет бро Прикинь Нет, ты вообще нашел у кого спросить Как похудеть Да ты же уже знаешь, что я тебе сейчас начну рассказывать Да как вообще похудеть И вообще иметь идеальное тело Вообще в любом возрасте Это настолько просто, ты даже не представляешь Тебе просто никто об этом никогда не говорил Это вокруг просто работает целая индустрия Чтобы от тебя скрыть правду Чтобы продавать всякую херню Это, я не знаю, лекарства Препараты Средства для похудения Велотренажеры Весы Это Ну дальше ты список этот можешь продолжить А на самом деле все крайне просто Вот так вот Оп И все И ты уже имеешь идеальный вес Идеальное тело И можешь нахрен выбросить весы Что, опять рассказывать Все по новой Ты же уже и так должен все это знать Короче, смотри Рассказываю Первое Что тебе надо Не важно сколько тебе лет Двадцать или даже пятьдесят Или восемьдесят Это не имеет никакого значения Никогда не поздно Начать жизнь с нуля Откатить систему Где-то так До возраста Самое вот это Озорное время Когда у нас в жизни Шесть-семь лет Когда помнишь Мы как сумасшедшие бегали Вааа Вот Надо вернуть себя К этому состоянию Это очень важно Первое С чего надо тебе начать Это Не, ну вообще Это я Это Тут мне Одним похудением Не обойдется Ладно, давай Пока хоть с чего-нибудь начнем Смотри У тебя есть весы? Напольные Чтобы вес мерить Идешь их Выбрасываешь Можешь соседу подарить Или какому-нибудь другому человеку Они тебе больше не нужны Тебе не надо знать Сколько ты весишь Это все Вот ты вообще Вдумайся в саму схему Люди постоянно Взвешиваются на весы Знают сколько у них там Плюс-минус Для меня Вот зеркало можно иметь Ну хотя в принципе Ты так можешь на себя посмотреть Но ты смотришь Ах Идеальный Идеально все Зачем тебе весы? Понимаешь Это все Просто развод Чтобы впарить тебе Ненужную вещь Поэтому Начинаем с самого начала Первое Выбрасываем весы Это очень важно Второе Тебе надо понять Что традиционное питание Оно совсем не есть нормальное Я понимаю Что ты к нему привык Ты родился Ты считаешь Что ну как это так На 9 мая Без шашлычка Как это так Как у меня тут короче Сосед Родственник Но они уехали Ну короче Прямо в соседнем доме живет Я не знаю сколько он весит Вот так наверное Килограмм Сто Тридцать Может сто пятьдесят Но очень Очень большой Я не знаю сколько он весит Это просто ужас Ну и я же такой Вечно на легке Такой Тыц-тыц-тыц А он сидит Шестую Эту Куриную лапу Ой Это просто ужас Там знаешь Там живот В несколько слоев Там Он наверное Своего члена Не видел Лет тридцать уже Ты что там Там не дотянешься Это И сидит Засовывает себе курицу Там восьмой кусок в рот И что Не хочется Такое знаешь Еще Мне Знаешь я на нее смотрю Не хочется Не хочется Упасите Это Вот я люблю с тем Испрыгивать Короче значит Смотри Надо понять Что То что ты ешь Это просто тебя Этому научили Вот если бы ты родился В Индии Ты был бы вегетарианцем Если бы ты родился Там еще в каком-то месте Ты бы возможно Жрал бы всякие Вот эти личинки Червей Тараканов Вот так вот Ел И тебе казалось бы Что здесь абсолютно Ничего такого нет Но хотя на самом деле Я тебе хочу сказать Что кушать Всяких личинок И червячков И жуков Это гораздо Гораздо Разумней Чем есть Нашу рябу Или какой-нибудь Другой непонятный Продукт Вот Поэтому Ну так как мы Выросли с тобой Я не знаю Где ты там вырос Приучили нас Есть борщи С папушками С чесноком Шашлычок Да какой там Шашлычок Шашлычок Это бывает Два раза в год На природе Обычно Мы едим Колбасу И сосиски Короче Ладно Я тебе рекомендую Так Я ничего тебе не буду Рассказывать Потому что Потому что Не хочу Потому что Все об этом Уже сказано Без меня Тысячу раз Есть такая книга Ален Карр Легкий способ Сбросить вес Берешь Читаешь Если ты ничего не понял Ну значит Страдай дальше Все Больше ничего Не могу сказать Я с одной девушкой Как-то познакомился Она страдала Тремя лишними килограммами Может одним Может быть даже двумя Может быть даже одним Ну Ей очень была Идея фикс Я толстая Мне надо худеть Я говорю А я давно Я Ален Карр Легкий способ Сбросить вес Еще прочитал Наверное В 2007 Я говорю На почитай Почитала Ну что Ну Короче Итог С того времени Перепробована Масса диет Человек Страдает Человек Пытается Себя заставить Какую-то новую диету Это Смотришь Мне кажется Что Человек просто сумасшедший Ну в результате Конечно Итог какой Еще килограмм Пять она добавила Уже выглядит она не так Как Сколько это лет назад И А ведь Просто Это Шоры с глаз Убрать И Тебе станет легко Ты Ешь То что тебе нравится И не просто Ты что думаешь Я вот это питаюсь Я заталкиваю Я кайфую От того что я ем Мне нравится Моя еда Это Если бы мне не нравилось Я бы не ел Но надо просто Сменить Немного Постепенно Постепенно Выбить старые привычки На новые Ну конечно Очень важно Начать С антипаразитарной Программы Все таки Почему Потому что Я тебе точно говорю В организме человека Живет очень много Таких Неприятных Существ И в кишечнике И вполне возможно И в печени И даже в крови Которые Кушают что-то И вот они То что кушают Они кушают То что есть в крови И когда ты начнешь менять Рацион питания Они тебе этого сделать не дадут Потому что Они то привыкли Уже к определенной еде Вот И поэтому Тебя будет сильно тянуть На Каких нибудь там Пельменем Может быть Картошку жареную Может быть Какую то колбасу На шауру Мулин Ну Наверное Какую нибудь Пенью И понятно Что Это Знаешь Быть красивым Встроенным Но постоянно Страдать От того Что тебе что-то Хочется жрать Это не вариант Извиню Поэтому Надо Важно Короче Надо жить в кайф Понял Нет Это ни в чем себе Не отказывать Вот что самое главное Поэтому Антипаразитарная Программа в помощь Я бы тебе еще Порекомендовал Поголодать Ну Голодание Это дело такое Очень индивидуально Я кстати Вот хочу Этой весной Попробовать Десять дней Поголодать Зачем это мне Не знаю Это может быть У меня там Какие-то эти Новые Каналы Откроются К этому Под Отключение От матрицы Большой плиту Ну короче Что я тебе хочу сказать Ну только Главное Упора Ты мне стать А потому что Знаешь еще такая фишка Бывает Один человек Не решается Попробовать Или говорит Нет Не хочу Не интересно Это все Бред А потом бывает Все-таки попробовал И тут его прорвало Он реально понимает Что все это работает Что ты мгновенно Начинаешь себя чувствовать По-другому А еще Знаешь что важно Очень важно Я тебе хочу сказать Очень важно Видеть конечную цель Не важно Тебе надо Видеть Вот тебе надо Принять решение Все Смотри Принятие решения Знаешь что такое Момент Принятия решения Вот допустим Если мы принимаем Разные решения Но некоторые решения Мы принимаем ошибочно Ну допустим Тебе позвонили К примеру В сетевой маркетинг Вступить Вот ты принял решение Там преуспеть А потом Он не прет Поэтому Такое решение Можно изменить Может это не твое Тебе просто накачали Поэтому ты как дурачок Повелся Или еще Какая-нибудь другая фигня Может у тебя было настроение А потом тебе Ну скажи мне друг Иметь идеальное тело В любом возрасте И чувствовать себя Легкость Спать А еще и спать 6 часов Высыпаться за 5-6 часов По-моему это Хорошая цель Как ты считаешь У тебя будет на каждый день На 2 часа В жизни больше Ты эти 2 часа Можешь потратить На то чтобы Спортом заниматься Можешь час допустим Спортом Час книги Можешь дрочить Целый час Можешь 2 часа лишних Дрочить к примеру Или трахаться Я не знаю Понимаешь Времени больше Вот У тебя будет Поэтому Да Принять решение Принять решение Все А и еще важно Полюбить себя Вот у тебя есть Допустим Лишних 100 килограмм Ты так обними себя Скажи Ах Мой животик Не надо Ненавидеть Я понимаю Что тебе кажется Что мне ржать Потому что У меня этой проблемы Нет Ну это Я точно так же Себя с депрессией Вывел Это сумасшедшая Депрессия Я просто ржал на себя На свою плакающуюся Рожу Говорил Ну что ж ты Придурок Блять Ревешь Ну что тебе плохо Ну это Короче Этот Ну знаешь Со стороны На себя смотришь Пока не начинаешь Ну как Включаешь Смотрителя Или наблюдателя На себя Смотришь С стороны Ну придурок Че ты ревешь Блять Вот И точно так же Потому что Смотри Это очень Особенно Я не знаю Не надо на хрена тебе худеть Я просто Обычно Знаешь Я с бабами Пересекаюсь Вот я вижу Кому другим Надо худеть Вот она Вцепится Что у нее тут Полкилограмма Жира лишнего Сбоку И она его так Ненавидит Она с утра до вечера Смотрит туда И чем больше Она его ненавидит Тем он больше Начинает расти Она худеет А он растет Она допустим Начинает Все Покупает себе Велотренажер Обматывается Пленкой Вот этой Знаешь Это полтора часа Каждый день Крутит педали Потеет А он не худеет Не ну может быть Она там Это Неделю Этих пыток Пыток над собой Проходит Эти полкилограмма Ушли И то так Они вроде бы ушли Они потому что Весы показывают Что они ушли А тут вроде бы Оно как бы Ни хрена И не ушло И потом как-то раз Оно все обратно Возвращается Поэтому У меня Ты что думаешь У меня были Столько у меня комплексов Было Ты не представляешь У меня У меня короче Ноги достались От матушки Они такие были Ляхи Как женские Как я их не надел Я все время ходил В длинных шортах Потом Я Приседал Бегал Я придумывал Разные Сложные себе Упро Я со своего опыта Говорю Ни хрена Не работает Ты накачиваешь мышцы А жир Каким-то волшебным образом Не исчезает Потом я Пришел Короче Плюнул на все это дело И полюбил И знаешь И потом оно само все прошло Вот так вот все происходит Поэтому смотри Когда у тебя такой огромный живот Не надо его ненавидеть Ты его полюби Скажи Дорогой друг Придется нам с тобой Я тебя очень люблю И уважаю И ценю Но нам с тобой Придется расстаться И все И надо принять решение Что Ты его будешь Постепенно любить Но он будет становиться Меньше И главное Каждый день А еще Ну зарядкой Наверное надо заниматься Хорошая зарядка Ну опять-таки Вот смотри Дуешь в спортзал И Пробуешь допустим Пошел в качалку Позанимался с тренером Не надо Вот знаешь Вот эта херню Это когда там Некоторые Вот я вначале Там пойду Дома подкачаюсь А потом в спортзал Бред Ты там в спортзале 300 лет никому не нужен Это В спортзале Каждый в первую очередь Собой увлеченный И если приходит человек Туда с избыточным весом То в лучшем случае Ну например Я думаю Молодец Пришел менять свою жизнь И дай бог Чтобы Он не остановился Ну конечно Видишь Я просто смотрю на людей Я знаю Что если они не поменяют Своё питание Нормально То вот это что Они ходят в спортзал Это убийство времени Не ну Каждому своё Не ну может быть Результаты и будут Но поймаешь Если ты поменяешь питание То Результаты Ну Не в два раза Не в три А в 10 И в 20 раз Будут быстрее Просто оно само В всём становится На место Спортзал нужен Просто для того Чтоб Как это Мышцы привести В этот В тонус И выглядеть На На 16 лет Или на 18 И чувствовать себя В таком же возрасте Я что-то хотел сказать Что-то говорил Что-то я забыл Так Сейчас я подожди Вспомнил Вот смотри Пришёл в спортзал Тебя Допустим Тебе должен нравиться Конкретно этот спортзал Это твоя новая тусовка Ты туда ходишь Не для того Чтобы поиздеваться На собой Пришёл с тренером Пообщался Попробуй Допустим Со спортзала Пойти на какой-то фитнес Ну я не знаю На какой-то На йогу На ещё какую-то штуку Понимаешь Это своего рода Ты получаешься Новое окружение Ты сюда приходишь Ну посчитай Это я не знаю Клуб Для тебя Новый кружок Ты приходишь С тренером Пообщаться На людей посмотреть Это ну Новая тусовка Пошёл туда Тут много Возьми все секции Которые могут быть Самые-самые разные И походи Туда-туда-туда-туда-туда-туда Ты может быть В одно место придёшь И тебе так всё тут понравится Там мальчики Девочки Тренеры Что ты сюда будешь ходить Как на праздник Понимаешь Не надо допустим Прийти тупо В какой-то конкретный спортзал В качалку Упоролся И ходишь просто Чтобы заниматься собой Нет Ну это всё должно быть Как-то так весело Вот я например В одну качалку пришёл Мне не очень нравится В другую пришёл Нравится Пришёл на один фитнес Ну как-то мне не понравился Там фитнес-тренер И бабы Пришёл на другой фитнес Как-то так душевно Это лично для меня душевно Ну знаешь Мы же как-то Других людей чувствуем На каком-то там Более тонком уровне Поэтому Не надо упорываться А и упора Там главное Главное не быть Я же не договорил Или не договорил А то ты поймёшь У тебя всё попрот И ты теперь начинаешь Вчера ты сам говорил Не-не-не А теперь ты уже хочешь Чтобы все соседи По лестничной площадке С которыми ты Раньше даже не здоровался Ты уже хочешь Чтобы они тоже Все стали веганами Сыроедами Понимаешь Нет Нет Даже Даже жену свою не трогай Вот как будто Нет И маму И никого не трогай Это чисто Твоё новое хобби Всё Это Позволь Я тебе точно Говорю Ника Вообще Это Вот как Да Вопрос Как ты будешь жить Смотри Я тебя вообще И кла Смотри Ты перехожешь на веган Ну допустим Не рот там сыроедение На веганство Это ж не просто Какую-то херню сыро жрать Это целая кухня Ты научишься готовить Какие-то интересные Замечательные рецептики Вот появится у тебя девушка Ты её сможешь угостить Там Что-нибудь Ввозь она тебе придёт Ты как на каши варишь Это Ты представляешь Как это круто Ты больше не поведёшься На какую-нибудь Лохушку тупую Которая Начнёт тебя Борщи варить И ты скажешь Ой как мама Борщи варит Всё Можно жениться Ты шо друг Это Вяжи так шутить Не Надо всё нормально Бабу искать Такую Чтоб Не хотелось Вернее Чтоб всего Хотелось Чтоб Не знаю Хотелось Стать чемпионом Мира Во всём И в пении И в прыжках И в зарабатывании Денях И во всех Абсолютно сферах Короче Не знаю Вот у меня нету бабы Но когда меня всё равно Прёт Как будто она у меня есть Ладно Давай Короче